Продолжаем, ребятки, мы должны сейчас попытаться уговорить нашего трусливого друга, вернее не друга, а другого трусливого констебля рыженького, чтобы он дал нам свет в подвал, то есть фонарик или опустился сам. Сейчас я собраться, зайду и покричу ему под дверью и скажу, юху, вы дебил, вы за дверью, а я обошел вас кругом. Поговорим с ним. Что вы тут делаете? Вы просто... Я нашел другой выход. Глаз ушел. Ворон взорвал пол, и у вас там скрытый подвал, и другие сокровища. Почему мы слышим? Плохо выглядит. Ох, нет, нет! Директор Мохарт, он явно не настроен на разговор. Не время открыть ворота. Я не думаю, что полиция уже пришла. Не нужно рисковать ее уход, то, что Ворон сбежит. Мост уже, наверное, сбежал. Я думаю, нет. У меня тут есть... Сделайте все, что можете. Такая полиция окружит здание, я открою ворота. Очень хорошо, директор. Подвал. Подвал под залом сокровища, они узнали? Я без понятия. Есть карты и рисунки Второй мировой войны там. Ну, может быть, это как связано с сопротивлением? С сопротивлением? Британия... Египет был оккупирован британцами. Было независимое движение. Египтяне работали с нацистами? Нет, но враг твоего, моего врага. Так что, революции опубликовали информацию к музеям, и для этого им нужен был секретный командный пост. Странный голос. Да, и это имело более символическую, важную для Египетского музея. 5 тысяч лет Египетской революции, секретный проход, скрытый комнат, секретные подвалы. Что они тут делают? Музей был построен 1900 лет в 1900 году французским человеком, которому он очень нравился. Мистические фонарики, церемонии с фонариками, празднования, масоны, это все такое. У многих сложных зданий есть сложная история. Сегодня мы напишем новую главу этой истории, сказать пока. Все будет нормально. Будьте здесь. Он осторожит, он сказал мне позвать подкрепление, если он не будет через 5 минут. И я должен верить вам. Ну, ладно, приди, плач. Не ставьте на неправильную лошадь. Если вы не рассчитываете на констебле, то вы не на то уж ставите. Он Чеклигранда. Вы что, думаете, что он единственный, кто был на обоих преступлениях? Короче, ладно. Изучить металлическую. Не могу открыть от двери одну. Я не хочу. У меня есть свой проход в подвал. Посмотрим. Констабль думает, что я внизу в подвале. Если я прозобу его отсюда, он может упасть в дыру. Из-за шока. Это преимущество, если вы думаете, что есть только один выход, и это не. У меня будет больше времени для расследования. Так позови его. Я ему так скажу, что второй проход есть. Лучше бы он упал. Мы бы забрали фонарик. Правда, да, он стал меня еще больше подозревать, а нам это не надо. Тем более, я не злой человек. Не буду заставлять партнера падать в яму. Зелнар? Зелнар? Это вы? Это я, Верен. Нашли выход? Нет, я еще смотрю. Подвал дон большой. Хорошо, не уходить слишком далеко. Три из четырех окон выжили. То есть не выжили, а выдержали. Надо поговорить. Еще раз с Констаблем. Черт, Роберт, мне нужен фонарик. Сейчас. Репутация мы пытаемся его уговорить. У нас аргумент. Прямо сейчас. Офига, он действует сейчас. Что-то эти реплики, как я понимаю, надо, что ли, правильно объединить. Как-то вот появляется на секунду и исчезает тут же. Видите, лупа здесь, а я не с трудом могу поговорить с ним. Реально ли этой игре нужен патч? Как по мне. Такой маленький патчик. Изучим так. Тут только два способа. Надо еще с ним поболтать. Попробуем по порядку все реплики. И всего лишь три. И будем искать, таким образом, правильную комбинацию. Давайте пробуем первую, первую, первую. Одна из веток должна подойти, поэтому будем пробовать все по порядку, ребята. Я думаю, мы сможем раскрыть секрет. Побыстрее нельзя. Я требую левую... Да. Ты... О, кто? И... Да, я... И толкну тебя. Комбин, маленькие решения могут... Роб, от... Так, давайте я поставлю на паузу и попытаюсь решить проблему без вас, ребятки. А то вам долго слушать, а потом просто скажу, как в каком порядке надо делать решение, делать диалог. Если это вообще имеет значение. Должно, а другого выхода я не вижу. Черт, я смог. Ну, в таком порядке выбираем, ребята. Слушайте меня. Я думал, я уже не смогу, я сдаться хотел. Но я смог. В общем, так надо выбирать. Смотрите, вначале реплика номер два. Потом реплика номер три про Легранда. Вначале нужно ему сказать, что Ворон... Первая реплика... Опять же, повторюсь. Первая реплика. Надо сказать, что Ворон... Это... В первой... В первой части... Черт, я сам запутался. Давайте сначала. Хорошо. Вторая реплика. То есть, в первый раз выбираете вторую опцию. Где говорите, что Ворон может сбежать. В второй раз выбираете третий пункт. Где говорите, что Легранд бы действовал сейчас. И в третий раз выбираете второй пункт. Где говорите, что... А нет, выбираете первый пункт, что мы будем, типа, знаменитые. По-моему, так, да. Попробуйте. Первый... Вот так, в принципе, это и решение. Надеюсь, вы поняли, ребята. Опять же, в первый раз выбираете третью реплику. Второй раз вторую реплику. В третий раз первую реплику. По-моему, так. Если я не ошибся. Хорошо. И что? Я еще даже сделать ничего не успел. Это и да, это явно интересно. Если бы это был еще один латинский алфабет, Да, если бы это был еще один латинский язык. Но я потерян, когда делаю идет к арабскому. Я запишу это. Тут может быть подсказка к тому, как открыть дверь. Хорошо, надо спросить нашего дорогого друга, который, скорее всего, знает арабский. Я сейчас все готовлю пиццу. Ну как, готовлю? Она в духовке, мне от чего. Я ей вот игру прохожу для вас. С переводом. Иди вверх. Директор Макхарт? Директор Макхарт? Да. Арабское письмо. Я нашел это арабское письмо. Что оно значит? Здесь сказано Сыны Хоруса. И это значит... Что это? Время обсуждать историю? Это важно. Сыны Хоруса играли важную роль в погребальном ритуале. Четыре сына. Четыре коржка. Сосуды, в которых печень, легкие и живот. И другие части живота были сложены. И все четыре должны быть соединены. Мужчина, бабун, шакалы, фалкон. Смотрите внизу. Сыны Хоруса. Спасибо за помощь. Не делайте ничего, пока я вам не скажу. Это мой музей. Я открою ворота, пока КА придет помощь. Я могу идти? Я уже хочу этим заняться. Подключение, что дверь просто закрыли. Даже не скакутся от ворота. Посмотрим на горшочке. Это должно быть канопическое жарство, которое директор говорил. Один жарство для каждого и всех сыновей Оруса. И это все сыны Орусу. Еще смотри дальше. Вот он здесь, дуаматув, живот. Он здесь говорит. Омсет. Печень. Омсет. Омсет. Печень. Последнее. Что заходим. Омсет. Сайм сказал, что здесь у нас... Так, попробуем через записи. Эх нельзя активировать? Фигу. Попробуем все разные символы. Человек. Ну, так, это одинаковые. Птичка у нас... И так, два шакала. Вроде нормально, нет? Так они все разные там, походу, да. Главное, тут будет шакал, здесь будет птица. Пробуем человек. Нет, меня... Знаете, это никак не помогает. Подсказку пополучить. А выйти я не могу никак. То есть я как бы... Не знаю, хочу... Познакомиться с записями своими, что ли. Попробуем просто крутить их. К чему-то же мы придем. Человек. Просто они здесь все одинаковой формы. Я не знаю, как решать эту головоломку, честно говоря, ребята. Я теряю очки просто за то, что нажимаю кнопочку. Хм, я на самом деле не очень понимаю. Как эту головоломку решить? Серьезно, ребята? Откуда я могу знать? Так. Я рандомно сейчас пробую просто менять. Рано или поздно ведь совпадет. Попробуем всех. Вот сейчас попробуем. Давайте здесь шакала. Здесь перепробуем все фигурки. Просто будем крутить. И... Теперь здесь человек... Вот птицу ставим. Или наоборот. Лучше вот так оставим, как есть. И крутим каждый из этих символов до конца. Рано или поздно они совпадут. Прокрутили. Теперь вот этот. Крутим по четыре раза. Раз, два, три, четыре. Пять раз даже. Ведь важно, чтобы они не только все были разные, а чтобы еще были в правильном порядке. Чисто по рандому. Просто я не знаю, как решать. Отойти от этой головоломки я не могу, как видите. Нет, у меня нет активных зон даже. На экране, по которой я могу кликнуть, чтобы отойти. Я должен как бы ее решить. Иначе... Не уйду. Хорошо. Попробуем. Так, здесь будет птица. Здесь будет какая-то фигня. Здесь будет шакал. Здесь человек. Попробуем дальше. Человек, значит... Человек здесь. Значит, здесь попробуем... Человек, по-моему, был в самом конце по печени. Или желудок. Я не помню все это. Так, так, попробуем поменять. Примерно, человек у нас уже есть. Значит, пробуем. Живот... Что-то животное. Шакал. И птичку. А птичка уже была... Попробуем. Значит, здесь пробуем это животное. Здесь птичку. Здесь шакал. Ну что, животное. Человек. Человек. Шакал. Человек. Нет. Птич. Птичка. Пробуем другое. Так, здесь будет вот так. Птичка. Человек. Что-то я не знаю, по рандому уже кручу. Пробуем так. Нифига. Птица. Какая-то коннообразная. Человек. Шакал. Я так знал, что надо было записать, в каком порядке они появляются. Я даже к подсказке не могу зайти, по сути. Ну, черт. Мне пофиг на очки. Так, я нажал на X и смог выйти. Офигеть. Загадка века. Заметки. Секреты. Так. Человек. Какой-то бабун. Ну, я думаю, только однообразная. Шакалы. Фалькон. Фалькон-то птица, по-моему. Подсказка. Может быть, директор музея может перевести. Это еще подсказка. Так, еще могу узнать о сценахорусе. Запомним их порядок. В каком порядке они идут. Попробуем сверху вниз. Этот порядок проделать так. Так, шакал. Потом идет шакал, человек, бабун. А, бабун. Это бабуин. Слушай, я мучаюсь. Легкие. Шакал, человек, бабуин, птица. Шакал, человек... Шакал, человек, бабуин, птица. Шакал. Человек. Бабуин. Птица. Попробуем еще раз действовать на этот механизм. Тут шакал. Тут... Так, тут человек. Буин. Птица. Так, тут и все. Правильно ведь стоит. Шакал, человек. Попробуем менять их местами. Тут шакал. Шакал, человек, бабуин, птица. Так, пробуем здесь. Шакал. Человек. Бабуин. Птица. Нет. Пробуем здесь. Как я понимаю, даже если вдруг надо будет шакал. Человек. Бабуин. Птица. Последняя. Шакал. Человек. Бабуин. Птица. Попробуем в противоположную сторону. Пусть смотрят. Потому что я не знаю. Честно говоря. Шакал. Может они должны в птицам. Налево стоять, направо. Я без понятия, как они должны смотреть, честно говоря. Шакал. Человек. Человек. Бабуин должен быть вниз смотрят. И птица. Так, у нас здесь получается так. Что-то... Нет, я без понятия, честно говоря, как это работает. Просто если бы кто-то прошел это за меня. К сожалению, сейчас в данный момент я и первый, кто вообще это проходит, поэтому... Трудно. Секреты. Так, и в музей можем вышлить. Ну попробуем еще посланяться. Там может что-то, так сказать, накопается. Попробуем еще раз подсказку. Будем терять бесценные очки, ребята. Изучить дощечку. Изучим, возможно, дощечки и есть, и ответы на наши. Вопросы. Так, это все дети старшины и богини Иисис. Они верят, что они изучают эти вазы, пока в них лежат органы древних египтян. Они ассоциированы с четырьмя кардинальными направлениями. По этой причине их имена были написаны в четырех кугах гроба. Ах, четыре направления. Так, нам нужно на гробнице какую-нибудь посмотреть. Среднего периода. Саркофаг, может быть, тут есть ответ. Видите, мы движемся. Так, в музее еще до сих пор может много предложить. Где же мне, так сказать, посмотреть на саркофаг? Среднего периода. Я знаю, что саркофаг есть в том зале, где нас ждет наш напарник. Может, нам туда попробовать подняться? Может, насколько я помню, в этом зале саркофагов нет. По-моему, еще секреты. То есть, они должны смотреть все в разные стороны. Возможно, это и так. Может, попробовать вот так. Вначале попробуем человека везде поставить. Пусть смотрят все вверх. Вряд ли это решение, ребята. Так что давайте в следующей части я уже раскрою, наверное. Эту загадку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!